Наталья с ужасом вспоминает, как на ее детей набросилась соседская собака. Женщина гуляла во дворе с двумя дочерьми и другими жильцами. Ну, бегу и вижу, собака прыгает на детей, глафира, ей кричит, кыш, моя средняя дочь просто орет. Лада просто вцепилась в снегокат, получается. Собака продолжает прыгать. Сосед попытался сделать замечание хозяевам, чтобы те надели собаке поводок. Реакция оказалась крайне непредсказуемой. Дело дошло до драки просто. Женщина 69-й квартиры, она просто начала его бить. Дети отчетливо помнят этот вечер. О Грепине всего пять лет, но малышка до последнего защищала младшую сестру. Собака прыгала на нас, пыталась прыгнуть. И гуси! Отшугнула. То есть ты, получается, заступила за сестренку? Да. Как оказалось, эта собака уже не в первый раз напала на детей. Соседский пес держит в страхе весь двор. Мамы боятся гулять с детьми и снимают доказательства для обращения в прокуратуру. Мы выходим на улицу, перед этим заряжая полностью телефоны, освобождая память, чтобы была возможность записать, ну, вдруг что-то начнется опять. То есть мы боимся постоянно выходить гулять и постоянно смотрим в сторону. Когда уговоры не привели к результату, соседи решили действовать сообща. В результате завязалась драка, которая закончилась вызовом полиции. Ты живешь не по понятиям, понял? А ты что, сидела по понятиям, живешь? А ты? Руки убрал. О чем такая неадекватная? Я тебя сейчас просто варну. Максим не трогай. Мужчина, успокойте. Максим, отпусти ее! Соседи попытались выяснить, в чем причина такого бездумного поведения собаководов. Почему они выпускают своих псов на детские площадки без намордников и устанавливают во дворе свои правила. Что ты моргаешь глазами-то? А что, я бы должна что-то говорить сейчас. Ты просто себя оцениться и здесь почувствовала в этом вообще дворе. Вообще-то на тот момент... Знаете, что она говорит? Она говорит, здесь будет все по моим правилам. Ее муж так же говорит, все будет по моим правилам. Это не первый случай нападения собак на детей. В поселке Федоровка в минувшие выходные собака напала на семилетнего мальчика и искусала ребенку лицо. Хозяевам пса неоднократно делались замечания, чтобы не выпускали его со двора, но они игнорировали требования. Сейчас в этом деле разбираются следователи и волонтеры. По их мнению, хозяева собак сами виноваты в нападениях. В доказательство защитники животных предоставили кадры из СНТ-любитель. Женщина вышла из машины, открыла багажник, сняла с животного ошейник и уехала. Из-за таких людей домашние питомцы могут сбиваться в стае и нападать на людей. Неизвестно, как бывшее домашнее животное поведет себя после предательства хозяев.